В декабре Ярослав стал площадкой для проведения Ярославского инвестиционного форума 2017 – события всероссийского масштаба. Форум является знаковым для Ярославской области мероприятием по привлечению профильных и стратегических инвестиций в региональную экономику и обеспечению эффективного взаимодействия бизнес-сообщества, инвесторов. Представители различных предприятий и образовательных структур. В этом году мероприятие посвящено теме «Инвестиции в человека». Ярославский государственный университет имени Демидова принял активное участие в форуме, показал свои передовые разработки, подписал важные соглашения с партнерами и торжественно презентовал Центр искусственного интеллекта и цифровой экономики. Для нас очень важно, что мы нашли партнеров через механизм форума. Собственно, это одна из основных задач. Мы подписали соглашение с нашими коллегами из физико-технического института. Это Московский государственный университет имени Ломоносова. Еще одно соглашение о сотрудничестве с Центром цифровой экономики. И мы торжественно открыли сегодня Центр наш, искусственного интеллекта и цифровой экономики. Разноплановая история, но каждая из них должна заканчиваться тем, чтобы образование наших студентов стало лучше. И чтобы мы научились взаимодействовать с партнерами и индустриальными, и власти, и нашими коллегами из вузов и академических институтов. Открытие нового Центра искусственного интеллекта и цифровой экономики при Ярославском госуниверситете – важное событие в жизни региона. Новый Центр – это комплексный сетевой проект, целью которого является развитие научных направлений искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших данных и робототехники, и практическое внедрение полученных результатов в медицину, туризм, сельское хозяйство и другие сферы, состоявшиеся в рамках инвестиционного форума подписания соглашения о сотрудничестве нового центра с Национальным центром цифровой экономики МГУ – это первый, очень важный шаг на пути реализации с Центром искусственного интеллекта ЯРГУ своих целей и задач. Таких центров будет очень много в стране, и, конечно, понадобится координация работы этих центров, методическое обеспечение, и наш центр, безусловно, готов тратить на это время, ресурсы. Университеты здесь, безусловно, занимают ключевое место во всей этой деятельности. Почему? Потому что исследования фундаментальные, прикладные. Это преподаватели, которые являются носителями знаний и носителями большого количества уникальной информации. И это студенты, это наше будущее, наш человеческий капитал, который вот в этих университетах, собственно, и формируется. Поэтому, наверное, ни одна другая структура вот таким сочетанием похвастаться не может. В ходе работы Ярославского инвестфорума состоялась презентация инновационных разработок молодежи региона. Свои проекты студенты ЯРГУ презентовали ведущим экономистам и бизнесменам Центрального федерального округа. Существует проблема такая, что Wi-Fi сети не защищены ничем, а в общинозупных местах, кафе, отеле и прочее. Мы предлагаем, ну и любой человек, в принципе, может взломать его. Достаточно просто поискать в интернете нужный алгоритм, и он взломает эту сеть и укладет данные, которые будут передаваться по этой сети. Мы предлагаем, кстати, устройство, которое будет выглядеть, ну, по размерам будет, как обычная компьютерная мыша. То есть это главное ее преимущество, что она будет, можно ее приносить с собой по всему миру. Данная модель будет цельна в основном на медийных личностях, чиновниках, людям, которые важны конверсиональной информацией, чтобы она не была украдена вообще никем, взломышленниками. Мы сюда приехали, чтобы получить адекватную критику нашему проекту. То есть мы получим критику и доработаем, конечно же, те недочеты, которые нашли инвесторы или гости данной конференции. Самые перспективные стартапы стали победителями конкурса на подготовку лучшего бизнес-плана с использованием портала бизнес-навигатора МСП. Торжественное награждение победителей конкурса – это еще одно знаковое для РГУ событие, состоявшееся в рамках инвестфорума. Больше половины проектов победителей были разработаны студентами и аспирантами ЯРГУ. Экспертное жюри отметило 8 работ демидовцев, 3 из которых были удостоены главного приза. Я представляю проект малогабаритного сборного роботехнического комплекса, который предназначен для натурного моделирования алгоритмов группового управления. Алгоритмы группового управления – это сейчас передовая сфера робототехники. И разработка, и моделирование их, особенно на натурных образцах, представляют достаточно интересную и передовую задачу. На этой конференции наша задача – показать наши достижения, показать тем, что лаборатория робототехники в ЯРГУ занимается передовыми разработками. Может быть, найти коллег, пообщаться с ними и узнать заинтересованность промышленности и инвесторов в данных проектах. Ярославский инвестиционный форум 2017 – это платформа для взаимодействия представителей власти, бизнеса, различных государственных и частных структур и, конечно же, образования. В ходе форума состоялось подписание важных для региона соглашений. Были презентованы различные инновационные проекты и разработки. Присутствие Ярославского госуниверситета на инвестфоруме нельзя было не заметить. Это говорит о том, что ЯРГУ всегда находится в центре событий, стратегически важных для региона, стимулируя инновационные разработки, инициируя новые разнонаправленные проекты, цель которых всегда сходится в одной точке – человек. Улучшение качества его жизни в Ярославской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова